25 мая для славянских ребятишек на театральной площади состоялся большой праздник. С самого утра здесь проходили развлекательные игры и конкурсы по случаю открытия программы «Здравствуй, лето-2016». Вот с такой спортивной разминки «Бодрое утро» началась праздничная программа на театральной площади. Около сотни мальчишек и девчонок активно двигались в ритме музыки. Все для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Сегодня у меня настроение хорошее. Мне понравится сегодня путешествовать по станции. Это очень весело. Очень хорошее настроение. Я жду очень лето. Буду заниматься гулять, на море ездить, в горы и путешествовать. Жду лето, потому что оно теплое. Можно отдыхать, гулять, расслабиться можно. Настроение, и всё хорошо. Я ждала лето. Я потом буду ездить на море с друзьями, кататься на горках. Три месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что славянские ребята проведут его с пользой и большим удовольствием, отметил заместитель главы города Сергей Мащенко, поздравляя ребят с началом летних каникул. Вчера у вас во всех произошли последние звонки в школах. Школа закончилась. Закончилась? Ура? Отлично. Сегодня мы постараемся организовать для вас праздник на площади, для того, чтобы вы могли отдохнуть, набраться сил и положительных эмоций. Сюрпризом для ребят стало выступление агитбригады «Лицея номер один» – финалистов районного конкурса «Агитбригад» лета 2016. Мы лето ждали целый год. Вот, наконец, оно идёт. Его с надеждой, все детвора. Ведь лето – это классная пора. Но не для всех. Как лето наступает, родители все голову ломают. Куда девать любимых чад? Три летних месяца подряд. Вы не волнуетесь, папа и мама? У нас есть летняя программа! В этот же день главная площадь города превратилась в огромную творческую арену, где команды учащихся городских школ приняли участие в работе 15 тематических станций. Ребятам предстояло продемонстрировать не только спортивную подготовку, но и дикцию, смекалку, логику, исторические знания, актёрское мастерство, умение танцевать и даже талант стихосложения. Я очень ждал лето. Я очень рада, что оно наступило. Я учился, старался. Планы у меня на лето – погулять с друзьями, отдохнуть от школы. Я очень долго ждала лета. И летом буду делать, буду гулять с друзьями, будем с родителями ехать в всякие города. Буду гулять с друзьями, будем ехать на море. Лето очень классное. На лето у меня большие планы. Я хочу поехать к дедушке, поиграть с друзьями и поехать в фокал-парк. В этот же день праздник лета прошёл в Черноярковском, Петровском и Анастасиевском сельских поселениях. Ребята также принимали участие в спортивных состязаниях, в конкурсах и викторинах. О том, какие ещё виды досуга ждут детей этим летом, рассказал начальник управления по делам молодёжи Олег Смольников. В течение летних каникул все службы социальной сферы подготовили, согласно своей компетенции и своим задачам, программу. Это и туристические походы, туристические слёты. Некоторые ребята поедут в краевые лагеря и смены. Будут работать в районе 54 площадки дворовых, где будет организована работа для подростков, для детей, для ребят старшего возраста. Будет, конечно же, смена допризывник, военизированная смена для ребят, которые увлекаются этим делом. Ну и, конечно же, различные творческие мероприятия, дискотеки в Северном парке. Впереди у ребят ещё много интересного. С 1 июня начинают свою работу летние детские спортивные площадки. Лагеря при школах, учреждения дополнительного образования организуют тематические смены и игровые программы. Весёлые эстафеты, забавные викторины, творческие занятия. Словом, активное и творческое лето ждёт ребят.